Музыка Казачьи песни у нас любили всегда. На любом застолье их обычно поют хором, и лихие, и веселые, и грустные, и протяжные. Ты, добычьи, добьешься, черный ворон, я не тот. Конечно, казачьи песни попадали и на киноэкран, переживая после этого новый виток популярности. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить, с нашим атаманом не приходится тужить. А еще этим песням всегда везло на исполнителей. Как правило, их пели в кино поистине народные артисты. Козблату долой, бедна соклятвая, Золотою казной я осыплю тебя. Далее вы узнаете, как казачья песня помогла актеру Борису Бабочкину получить роль легендарного красного командира. Изначально никакого актера на роль Чапаева у Васильевых не было. Почему песня «Люба, братцы, Люба» попала в список негласно запрещенных? А ее на 50 лет просто вот закрыли. И кто спас от репрессий актера, сыгравшего Нестера Махно? И вышел как раз Вячеслав Михайлович и говорит, эй, родственничек, что, хотели убежать? С тех пор, как наше кино перестало быть немым, в нем сразу зазвучали песни. В том числе и старинные казачьи. Вот только упоминать об их корнях было нельзя. После революции казаки считались оплотом самодержавия и явно непролетарским элементом. Но их песни все же прорывались на экран, пусть и не самой прямой дорожкой. Эта песня называлась «Эх в Таганроге». И она звучала в фильме «Две судьбы», снятого в 1932 году, то есть за два года до фильма «Чапаев». И слова там были. «Эх в Таганроге случилась обеда», «Эх там убили, там убили молодого казака». Это были старые песни, которые казачество как бы переработало, потому что казачество участвовало в покорении Кавказа. И все вот эти переживания, связанные с битвами, с потерями товарищей, все это как бы отражалось в этих песнях, некогда авторских, которые при этом становились народными, потому что они народом по ходу дела переговаривались, переписывались, переиначивались каким-то образом. В культовом советском фильме «Чапаев» звучат сразу три казачьих песни. И это не случайно. Музыку для этого киношедевра писал композитор Гавриил Попов, который сам был родом из донских казаков. Однако знаменитый «Черный ворон» появился в картине не с его легкой руки, а благодаря актеру Борису Бабочкину, которому очень хотелось сыграть легендарного комдива. У него за плечами богатое достаточно прошлое гражданской войны. Но он говорил, что он очень хорошо знал вот этот тип красных командиров. И Бабочкин ходил и режиссерам, не братьям Васильевым, все время давал советы. Как нужно здесь говорить, как нужно здесь играть. Изначально никакого актера на роль Чапаева у Васильевых не было. И поэтому, конечно, в процессе общего разговора, когда особенно Бабочкин примерил первый грим, стало понятным, что он, наверное, и должен сыграть Василия Ивановича Чапаева. Но окончательное решение было принято лишь тогда, когда Бабочкин в гриме Чапаева неожиданно затянул старинную песню. Тут-то и стало понятно, что лучше него главная роль никто не исполнит. Чёрный ворон, чёрный ворон, что ты вьёшься надо мной? Фильм Чапаев, благодаря песне «Чёрный ворон», кстати говоря, стал звуковым фильмом. Ведь его хотели снимать молчаливым, как говорится, с титрами. Но, услышав, как поёт эту песню Борис Бабочкин, братья Васильевы решили снимать звуковой фильм. И фильм от этого заиграл, конечно же, во всех своих качествах. Во-первых, в него была внесена песня «Чёрный ворон». То есть, если бы мы пустили субтитрами внизу «Чёрный ворон», он бы так бы не заиграл. А здесь нет, есть «Чёрный ворон», который становится как эпиграфом этого фильма, так и ритмотивом этого фильма. Это очень редкая находка. Национальный совет кинокритиков США назвал Чапаева лучшим фильмом на иностранном языке 1934 года. А в Советском Союзе картина и вовсе стала предметом культа. В кинотеатрах ходили целые демонстрации под лозунгом «Мы идём смотреть Чапаева». Песни из фильма тоже полюбили все. И мало кто обратил внимание на то, что Чапай пел «Чёрного ворона» перед боем с казаками. От его слов просыпается Петька. Ни о чём такой разговор. Чё не спишь, Петька? Ага, я усну, а потом скажешь, вот, все спали, один Чапай с казаками воевал. И дальше они поют на два голоса. Песня «Чёрный ворон» И вот тут парадокс-то. Завтра они будут воевать с казаками. И на два голоса поют продолжение казачьей песни «Чёрный ворон». Как будто всё репрессированное казачество, которое лишённое в правах было до 1936 года, отвечает вот этим героям и этому герою, который поёт эту песню. Ты добычи не добьёшься, Чёрный ворон, я не твой. Ещё одна знаменитая казачья песня прозвучала в фильме «Александр Пархоменко», снятым режиссёром Леонидом Луковым уже в годы Великой Отечественной войны. Героем этой картины тоже был «Красный командир». Но песню «Люба, братцы, Люба» спел не он, а самый, что ни на есть отрицательный герой – анархист Батька Махно. Ну вот после фильма «Чапаев» Сталин как бы утвердил список деятелей гражданской войны, о которых можно как бы рассказывать, потому что истории же гражданской войны очень запутаны. Вот появился фильм Александра Пархоменко, и его антиподом в этой картине должен был стать Нестор Махно, которого сыграл Борис Петрович Черков. Махно, он там показан истериком, но он там показан всё-таки очень сильной личностью. Всё-таки это не разгильдяй, это вот враг так враг, враг которого мы уважаем, и наш товарищ Пархоменко борется с настоящим сильным врагом, и в этом величие товарища Пархоменко. Махно погибает, Александр Пархоменко погибает. Перед своей гибелью, скажем так, Махно поёт песню, и Александр Пархоменко поёт песню. Что мы видим в исполнении Махно, вот этой гармошкой, как связанные руки, для меня вот ассоциация такая, он сидит вот в этом тулупе, в этой папахе весь, озлобленный, растерянный, лихорадочно думающий. Суть их волки в овечьей шкуре. Он действительно там на волка похож, вот на пойманного, которого связали. А первая пуля, а первая пуля, а первая пуля. Борис Черков долго не мог нащупать образ батьки Махно. Песня помогла ему выстроить роль и найти нужную интонацию. Решение, чтобы Махно запел, это было папино предложение. Там массовка, казаки, массовка, ему напели вот эту вот самую, эту песню. Эта песня про то, как красноармейцы, значит, уничтожали казачество по приказу Ленина и Троцкого. Ещё во время съёмок в кулуарах киностудии шептались, что режиссёр Луков использует в фильме песню, написанную чуть ли не самим Нестором Махно. Но так ли это? Кинематограф формирует какие-то мифы. То есть это настолько достоверное выклицание, что люди начинают уже считать, что, да, эту песню пел самый настоящий Нестор Махно. Хорошая песня, за душу берёт. Вот я тебя возьму, за душу. После выхода фильма на экраны случилось то, чего его создатели никак не ожидали. Песню анархиста и врага Красной Армии подхватили солдаты на фронте. Это расценивалось как идеологическая диверсия, которую совершили режиссёр и один из ведущих актёров советского кино. Поэтому, когда однажды трое в кожаных куртках подошли к Борису Черкову на вокзале, он приготовился к худшему. На глазах у большого количества народов посадили его в машину, поехали. Долго ехали. У папы такой был такой момент, как он говорил, промеркнуло. Нет, не Лубянка. Чёрный воронок проехал мимо Лубянки и вырулил за город. Черков прекрасно понимал, возможно, это последние минуты его жизни. Любая провинность каралась по законам военного времени. Спасло актёра то, что его дальним родственником был могущественный председатель совнаркома СССР Вячеслав Молотов. Приехали в домик, в дом. Открылась дверь освещенная. И вышел как раз Вячеслав Михайлович и говорит, эй, родственничек, что, хотели убежать? Вот тут папа говорит, вот тут как-то всё у меня. По совету Молотова, Черков отсиделся на правительственной даче и переждал опасное время. А режиссёр Луков срочно уехал в Ташкент снимать фильм «Два бойца». Так обоим удалось избежать репрессий. А вот старинные казачьи песни, написанные ещё в 18 веке, повезло меньше. А её на 50 лет просто вот закрыли, полвека, предать забвению. Гласные запреты, это была большая редкость, были негласные запреты. Приходил чекист и говорил, товарищи, есть мнение, и показывал там, есть мнение, что вот эту песню не надо. Несмотря на негласные запреты, протяжную балладу про атамана в народе не забывали. Тем более, что каждую годовщину революции советским людям обязательно показывали по телевидению фильм «Александр Пархоменко», где задумчивый батька Махно неизменно пел под гармошку свою любимую песню. Любовь, братцы, любовь, любовь, братцы, жить С нашим атаманом Не приходится тужить Смотрите далее. Как песня «Хас Булат Удалой» попала на советский экран? Я наверняка думаю, что предложила эта мама. Кто поменял финал известной казачьей песни? Такого хлопца девица должна дождаться. Девица дождалась. И зачем режиссёру Тутышкину понадобился главный цыган Советского Союза? Мало того, что он прекрасно поющий, он ещё и скакал на лошади. Хас Булат Удалой Бедна сокля твоя Золотою казной Я осыплю тебя Одна из самых известных русских песен «Хас Булат Удалой» прозвучала в фильме Павла Любимого «Женщины». Две замечательные актрисы, Инна Макарова и Нина Сазонова, исполнили её так, как спели бы эту песню в любом русском доме. Ну, мы видим сцену застолья, женское одиночество, две женщины, не так часто они выпивают, но так уже душа раскрылась друг другу навстречу, что они сидят чуть ли не в обнимку. И что поют? Конечно же, «Хас Булат Удалой». Считается, что «Хас Булат Удалой» это чисто такая народная песня, но это не совсем так. В XIX веке один офицер русский, Амосов, который был на Кавказской войне, даже был ранен на Кавказской войне, написал эти стихи. Стихи необычные, стихи такие, знаете, пронзительные. Во время Кавказской войны русские границы укреплялись с помощью казачьих отрядов с Волги, Дона и из Малороссии, составивших Кавказское линейное войско. Казаки и переделали элегию Александра Мосова. И песня про «Хас Булата» разлетелась по всей матушке России. А моя мамочка, она родилась в Сибири, в тайге. Город ее Тайга, потом она училась в Новосибирске. И наверняка там застолья без этой песни не обходились. Там коня, там кинжал, дам винтовку твое, и за это за все ты отдай мне жену. Я наверняка думаю, что предложила это мама. Потому что это была любимая песня Инны Макаровой. И это видно по кадру, как она ее поет. Вот, скорее всего, это родилось на площадке, потому что эта песня всем хорошо известна. Ее любила и Нина Сазонова, насколько я знаю. Поэтому, в общем, ну, вот, наверное, по тонусу решили, что эта песня лучше всего подходит этой сцене. Они спели душой. Две русские женщины. Поэтому это удивительный, совершенный эпизод в картине. Сама картина цельная, удивительная. А это потрясающий эпизод. И Макарова, и Сазонова эту песню очень любили. И пели ее подчеркнуто по-простецки, как у себя дома. Может, поэтому их героиням, солдатской вдове и одинокой непутевой бабе зрители поверили и приняли их за своих, таких родных и таких понятных. Но было еще одно обстоятельство, объединявшее двух актрис. Ну, конечно, особенно в кино, личная жизнь актеров, она так или иначе, проявляется на экране. И на этот момент и Нина Сазонова, насколько я знаю, была в разводе. И Инна Макарова рассталась с Сергеем Федоровичем Бондарчуком. Поэтому вот это женское одиночество вполне здесь могло слиться в таком вот одном единодушии каком-то, на волне этой прекрасной, трагической песни. У каждой народной песни есть своя история, а зачастую и своя литературная основа. В 1818 году поэт Александр Дуроп опубликовал трагическую балладу «Казак на родине». Через много лет она превратится в веселую, разудалую песню, которую вот уже сто лет поют на двух языках – русском и украинском. У Дуропа-то финал был, скажем так, печальный. Он скакал к Любушке, приехал, а Любушка вышла за другого, пока он воевал. Несправедливо решил наш сердобольный народ. Сказал, нет, такого хлопца девица должна дождаться. Девица дождалась. Ой, Прилушка, Прилуне Пре счастливой дали При знакомом Табуле Ой, гулял на воле При знакомом Табуле Ой, гулял на воле По мелодике, мне кажется, она все-таки близко к народным украинским, исконно народным. На Урале ту же песню уже споют по-другому немножко. Хотя на Урале, в Сибири много переселенцев и украинских, Запорожья и прочих. В 20 веке в судьбе этой любимой всеми русско-украинской песни произошел еще один неожиданный поворот. Она стала главной музыкальной темой фильма, снятого к 50-летию Октябрьской революции. Именно к этой славной дате режиссер Андрей Тутышкин приуросил экранизацию популярной оперетты композитора Бориса Александрова «Свадьба в Малиновке». Естественно, для постановки этой оперетты был приглашен Андрей Тутышкин. Естественно, я говорю, потому что это был по образованию театральный актер и режиссер, но в кино у него был опыт работы с так называемыми фильмами развлекательного жанра. Например, он поставил такое райкинское ревю, мы с вами где-то встречались. То есть он умел работать вот с таким как бы условным жанром, потому что оперетты на экране это все-таки большое испытание для зрителей. Примечательно, что впервые оперетта «Свадьба в Малиновке» была поставлена на украинском языке. Автором музыки был отец украинской оперетты Алексей Рябов. Но еще интереснее то, что ни в украинской версии Рябова, ни в русском варианте Александрова песни «При лужке лужке» не было. Как не было и персонажа по имени Петра Бессарабиц, которого в фильме сыграл Николай Сличенко. А ну, разойдись, 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 чего не видели? Ну, обыкновенный человек только с косой. Может, она голодна? Гражданечка, возьми тараньку, солененькая. Да вы не стесняетесь. Зубками ее, зубками. Первый я человек на предмет успокоения. А в то время было увлечение, конечно, и цыганскими песнями. И Сличенко был на высоте невероятной совершенно. И все были влюблены в этого цыгана, понимаете, с роскошными белыми зубами, с роскошными черными глазами. Премьер цыганского театра «Ромэн», исполнитель романсов, исполнитель цыганских песен. Не обходилось ни одного огонька, чтобы там не снимался Сличенко. Вот сегодня мы его на экране не видим, и поэтому эти вещи как-то, может быть, не все помнят, и не все, так сказать, многим об этом надо сегодня рассказывать. Но именно это позволило Тутышкина пригласить Сличенко в фильм «Свадьба в Малиновке». Николая Сличенко называли главным цыганом Советского Союза. Он не раз снимался в кино, играл цыган и пел цыганские романсы. Но режиссер Тутышкин придумал для актера новое амплуа. Нужен был экшен, необходимое было действие, а Сличенко еще чем был хорош? Мало того, что он прекрасно поющий, он еще и скакал на лошади. Ведь цыган без лошади, как без крыльев птица, пел Николай Сличенко в эти годы. У него черные глаза были, да, черные космоли, волосы пока не посидел. Жители украинского села Писки, в котором снимали свадьбу в Малиновке, смотрели на киношников с опаской и любопытством. Разумеется, Сличенко был одним из тех, на кого специально приходили поглазеть. Коля Сличенко, у него свои дела, он, в общем, замкнутый довольно-таки был, хотя за ним охотились бесконечно все-таки. И это... Он же тогда был довольно-таки известный. У нас, как ведь, там приходили председатели колхозов, жаловались, что, говорит, на уборочной никого нет. Чуть, что у нас съемки, а все бегут, приезжают в наши пески. Конечно, Сличенко притягивал зрителей как магнит, но его герой не мог петь цыганскую песню. Не обязательно. Ну, цыгане не участвовали в Гражданской войне. Таких примеров я не знаю. Поэтому у него и фамилия, там, типа, Бессарабец, что-то такое. То есть, как бы он с намеком вот на эту южную русскость. Может быть, он молдаванин, может быть, он, он, может быть, южный украинец, который, как бы, вот, хохол, не знаю, там, казак. В общем, все сразу. Вот. Естественно, что, поскольку песни для него не было, то лучшая песня в этом фильме как раз не Александровская, не то, что из опереды. А именно, вот та народная песня, которую он исполняет. Ты гуляй, гуляй, мой гость, пока не споймают, я споймают. Василина, соседушка, пусти, готов, ты приезжаешь, подбежите. Ну, великолепное, конечно, исполнение, потому что там живой герой, когда талантливому исполнителю, певцу дают, дают, даже классику, если дают классическую песню какую-то, авторскую песню, даже не народную. Хотя он возрос на своем национальном фольклоре цыганском, он любую песню сделает так, чтобы она осталась на века в народе. Благодаря Сличенко песня «При лужке-лужке» и так любимая в народе стала настоящим хитом, так же, как и фильм «Свадьба в Малиновке». А роль Петри Бессарабца, специально придуманная для главного цыгана Советского Союза, оказалась самой яркой в его фильмографии. Делалась ставка на импровизацию и замечательный финал, хэппи-энд. Значит, лирические герои соединяются, и возрастные, и молодые, и комедийные герои, и все это вот этот вот такой хэппи-энд, и только там у Сличенко не с кем целоваться, и он, так сказать, отчаяния целует свою лошадь. Ой, при лужке, при луле, при счастливой доле, при знакомом табуле, сегодня мы не так часто слышим казачьи песни за праздничным столом. Эта добрая традиция постепенно уходит из нашей жизни. А вот герои старых добрых советских фильмов по-прежнему поют их на экране. И так выразительно, что хочется подтянуть, тем более, что слова мы до сих пор помним наизусть. Не правда ли? ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Продолжение следует...